Говорят, весна, пора надежд. Да, действительно, природа просыпается, и у нас с вами появляется больше идей и желаний. Только вот у ребят, про которых мы вам сегодня расскажем, желания одни и те же круглый год. Им хочется тепла и внимания. О надеждах брошенных детей-инвалидов, об их мечтах и достижениях нам сегодня расскажут Виктория Марчевская, директор благотворительного фонда «Мир, в котором нет чужих, мир равных возможностей», и Владимир Агудалин, художественный руководитель шоу-группы «Рубин». Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, о чем мечтают дети с ограниченными возможностями в детских домах? Знаете, мечты на самом деле у ребятишек разные. У Серика, допустим, есть мечта, как раз мы его сейчас видим, поступить в училище и получить образование, но мешает дефект. Расскажите, а как вы с ним познакомились? С Сериком мы познакомились в Кировском детском доме-интернате для умственных отсталых деток. На тот момент я работала специальным психологом в данном учреждении. Это удивительный ребенок. Я хочу рассказать, что я целенаправленно, когда шла по отделению, роняла ручку, посмотреть реакцию ребенка. И ребятишки, у которых есть ручки, ножки, да, то есть вот они, так сказать, не имели той реакции, какую имел Серик. То есть Серик быстренько подскакивал. Ему очень хотелось угодить, да? Да, поднимал своей ножкой ручку и говорил, «Кторый Александр, вы ручку уронили?» И там такие глаза, наполненные жизнью, светом, понимаете? Владимир, я вот знаю, что вы тоже знакомы с этим человеком, да? Да, это замечательный, талантливый молодой человек. Вот мы с ним впервые увиделись перед концертом 14 февраля. И он полон энергии, творческой энергии, горит желанием выступать, дарить свое творчество. Я считаю, что такие люди достойны тоже показать свое творчество массы на большой сцене. И очень здорово, что есть такая возможность благодаря вот такой благотворительной акции. Мы, насколько знаем, что у вас первый благотворительный концерт уже прошел. И сейчас вы готовитесь ко второму. Вот 2 апреля он состоит. Так точно. И в первом концерте принимал участие как раз-таки Владимир. Каковы вот ваши впечатления? Я прежде всего хочу сказать, что для меня лично и для моей шоу-группы «Рубин» это большая честь принимать участие в благотворительных концертах. И за это я искренне благодарен Виктории Марчевской за то, что она нас заметила, пригласила поучаствовать. Я считаю, что каждый должен помогать ближним по его нужде и по мере своих возможностей. Вот, например, артист должен своим творчеством не только согревать сердца людей, но и оказывать какую-то вот такую поддержку своим участием, возможность также собирать сборные концерта, чтобы и начинающим талантам тоже дать дорогу и в то же время оказать какую-то, может быть, и материальную помощь, когда собираются средства. То есть это идет только на благо. Но после первого концерта удалось собрать какую-то сумму и на что ее направить? Знаете, вот на самом деле первый концерт у нас прошел замечательно в ДК Молунцево. То есть у нас Министерство труда социального развития, Министерство культуры, Департамент культуры. Все идут навстречу. Здорово, замечательно. Но собрать денежные средства, как таковые, нам не удалось. Мы писали письма, обращения, кто откликнулся, предоставляли информационную помощь, что состоится концерт. Но вот... И вход для зрителей был бесплатный. Да, вход для зрителей был свободный, бесплатный. То есть можно было прийти, посмотреть концерт, получить удовольствие, позитивные эмоции. Но так получилось, что денежные средства никакие мы не собрали. Так, хорошо. 2 апреля состоится второй концерт «Ангел надежды». Здесь сколько стоят билеты? Они будут платными, я так понимаю. 2 апреля условно цена билета 300 рублей. Это в случае том, что если кто-то благодаря вашей программе посмотрит и услышит информацию о том, что состоится концерт «Ангел надежды» и захочет откликнуться и помочь ребятишкам записать диск с их песнями. И мы бы могли вот эти денежные средства пустить на то, чтобы мы записали диск. Тех артистов, которые будут выступать в концерте. Потому что одна... Вот вначале вы спрашивали, какая мечта у ребятишек. Вот одна из мечтаний, так сказать, да, это чтобы у каждого у них был собственный диск с их песнопением. Потому что на самом деле это замечательное исполнение. Мы были бы очень признательны и благодарны, глубоко уважаемы коллеги, если бы вы поддержали наш проект «Помоги ближнему» и выступили в благотворительном концерте «Ангел надежды». Обращаться можно как к Владимиру, так и к Марчевской Вике Александровне. Это я, благотворительный фонд «Мир, в котором нет чужих, не равных возможностей». Ну что ж, уважаемые телезрители, нам остается только еще раз пригласить вас на этот благотворительный концерт, который состоится 2 апреля в Дворце культуры имени Красной Квардии. Начало в 14 часов. Ну а выпуск новостей на 12-м канале прямо сейчас.